Плоскость Q А1, B1 и здесь А1, C1, C1, B1. Вот такие прямые, которые определяют наши плоскости. Начнем мы, наверное, с того, что воспользуемся теми же самыми приемами, которыми мы пользовались и для решения других задач. То есть проведем фронтально проецирующую плоскость и проведем ее вот так. Проведем здесь, чтобы она проходила через CB. Ну и продолжим эту плоскость в другую сторону. Вот это будет наша фронтальная плоскость первая. Эта плоскость будет, соответственно, пересекать у нас... будет проходить через CB и пересекать с проекцией А2 и проекцией В2. Ну, А2, видите, она не пересекает, поэтому мы ее что можем продлить, поскольку прямая наша является бесконечной. Продлили. В определенных местах, то есть точки, вот это будет у нас первая, и в точке второй, фронтальная проецирующая плоскость будет пересекать, соответственно, CB и B... ну, будет пересекать А и B. Эти точки пересечения мы найдем на горизонтальной плоскости проекции. Ну, первая, видите, тоже А у нас далеко находится, продлим ее, и B, видимо, будет здесь, да, вот она. Продлим здесь проекцию вот эту, раз, до пересечения, а здесь у нас будет уже точка пересечения, вот она лежит здесь. Обозначим те точки, которые мы получили. Вот это первая точка, это будет точка 1, проекция 2, и вот это будет, соответственно, точка 1, проекция 1. Точка 2, проекция 2, и точка 2, проекция 1. Теперь давайте соединим полученные точки, да, соединим полученные точки. И что у нас получится. Соединяем на горизонтальной проекции точку вот эту, эту, и продлеваем дальше. Продлеваем дальше, чтобы это была у нас линия продолжения. было продолжение. Ну, то, что понашла под тем же самым углом. Вот, продолжение. Есть. И теперь, смотрите, мы проводили через СБ. СБ у нас лежит здесь. Продлим СБ тоже до места пересечения. До места пересечения. И у нас найдется точка. Найдется точка, которая будет являться точкой, принадлежащей, соответственно, точке пересечения. 146. Продлили. Нашли. Вот это первая точка. Обозначим то, что у нас получилось. Вот это первая точка. Это будет точка, принадлежащая линии пересечения. И будет она у нас называться, ну, допустим, М точка проекция 1. Соответственно, эта точка должна быть и здесь. Сейчас мы ее найдем. М проекция 2. Эта точка должна лежать где? На продолжении вот этом ВС. И она, соответственно, будет у нас находиться вот здесь. В этом месте. Вот ее обозначили. Одна точка у нас есть. Теперь необходимо найти точку вторую. Точку вторую. Для этого проведем другую фронтально проецирующую плоскость. Ну, я обозначу, например, синей. И проведем ее так, чтобы она проходила через точку А. Ну, соответственно, сразу давайте продлим. Видите, здесь она пересекать не будет. Поэтому продлим. И обозначим точки пересечения. Вот точка первая и точка вторая. Найдем эти точки здесь. На АА эта точка будет находиться у нас вот в этом месте. Обозначим. Ну, и, соответственно, на В. Она будет находиться на продолжении. Значит, мы проведем линию связи сначала. Под углом 90 градусов. А потом сделаем продолжение. Продолжение. И на продолжение найдем эту точку. Давайте обозначим то, что у нас получилось. Значит, эта точка у нас будет 3 проекция 2. Это будет у нас 4 проекция 2. Ну, соответственно, 3 проекция 2 и 4 проекция 2. Провели эти точки. Теперь соединим полученные точки. И мы должны продлить эту линию. Ну, давайте разберемся, до чего мы с вами должны продлить. Ну, мы должны продлить мы через точку А. Мы через точку А проводили плоскость фронтально проецирующую. Значит, мы все... Вот у нас есть проведенная через точку С фронтально проецирующая плоскость ее проекция. Точно такая же, ну, я имею в виду, по положению будет у нас плоскость. Она будет... Ну, все плоскости фронтально проецирующие, они будут у нас... Они будут у нас параллельны. Поэтому мы можем что? Смело взять и вот сюда вторую проекцию перенести. Ну, и посмотрите. Значит, нам надо найти точку пересечения вот двух вот этих прямых. Видите, она у нас там достаточно далеко оказалась, да? Достаточно далеко оказалась. Ну, если мы продлим, то где-то точка пересечения найдется, но она будет, ну, видимо, далеко. Ну, давайте попробуем, да? Продлить ее дальше. Вот эту прямую до пересечения. Вот продолжение здесь. И вот продолжение здесь. Вот так. Ну, видите, они сходятся постепенно, но где-то очень далеко, да? Ну, есть ли смысл их там продлевать? Давайте посмотрим, далеко ли эта точка находится. Ну, видите, ну, собственно говоря, вот, точка эта и нашлась, да? Точка пересечения. Обозначим вот эту точку пересечения здесь. И что это мы с вами нашли? Это мы с вами нашли. Мы нашли точку, принадлежащую линии пересечения. Обозначим эту точку. Ну, обозначим ее там. Так, это будет у нас N проекция 1. N проекция 1. И давайте подумаем. Здесь, как мы находили проекцию M? Мы ее искали где? Мы ее искали на, соответственно, фронтально проецирующей плоскости. Ну, и так же, то поступим здесь. Ну, для этого придется продлить у нас вот эту область у нас продлим. Продлили. 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 И дальше. Вот наша, соответственно, проецирующая плоскость. Проведем линию связи и найдем положение точки N2. Вот она, точка. Это продолжение будет называться у нас N проекция 2. Пусть вас не смущает то, что проекции вот этих точек оказались там, ну, как-то так, за линией пересечения плоскостей. Плоскости ограничивают вот эти P1, P2, в которых мы постоянно работаем. Первый квадрант. Но этим делом пространство не заканчивается. Такое положение точек говорит о том, что они находятся за пределами данного квадранта, в котором мы работаем. Ну, и теперь осталось построить саму линию пересечения. Саму линию пересечения. В каждой плоскости мы имеем по две точки. Значит, первая точка у нас M. Вот она, M1. И точка дальше, следующая, N1. Да, вот она. Есть эта одна линия пересечения, которая лежит в горизонтальной плоскости. И точка M. И, соответственно, вот эта точка N. Вот эта линия пересечения, которая лежит во фронтально проецирующей плоскости. Вот так получается решение этой задачи. Линия пересечения плоскостей, которые заданы с прямыми пересекающимися и двумя параллельными прямыми. Задача решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова